Эхо-парада В Рязани торжественным маршем прошли десантники, участвовавшие в параде на Красной площади. Опасная находка – взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд. Стритбольная гостеприимность – на баскетбольном фестивале в Рязани побеждали в основном гости. Одной из гордостей Рязанской земли является десантное училище, известное на весь мир. Именно поэтому 9 мая наши десантники по традиции приняли участие в московском военном параде. И несмотря на прохладную дождливую погоду, в этот же день, прибыв в Рязань, устроили смотр строевых песен на площади Победы. Небо над нами, парадный бой, Родина эта, то, что с тобой. Торжественная встреча парадного батальона курсантов Рязанского десантного училища традиционно состоялась на площади Победы. В составе пешей колонны бойцы прошли маршем, исполняя песни и демонстрируя отличную строевую выучку и слаженность батальона. Увидеть десантников, которые утром 9 мая приняли участие в московском параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, собрались рязанцы и гости города. Невзирая на дождь и промозглую погоду, как зрители, так и сами курсанты почтили память погибших воинов, защищавших просторы нашей страны и давших веру в светлое будущее. В рамках встречи батальона курсантов, прошедших по Красной площади, состоялась торжественная церемония передачи Знамени Победы молодому поколению. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов передал Знамя Победы курсантам Рязанского десантного училища Академии права и управления, а также представителям Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», клубов исторической реконструкции. Участие в патриотическом мероприятии приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации города Елена Сорокина, временно исполняющий должность начальника Рязанского училища ВДВ Руслан Евкодимов, а также руководители силовых ведомств региона. Перед собравшимися выступил ансамбль «Крылатая пехота» и другие исполнители. В этот день здесь звучали песни военных лет, передавая атмосферу тяжелой борьбы за свободу. А после всероссийской минуты молчания для тех, у кого наступали слезы, пришло облегчение. Зазвучала знаменитая песня «День Победы», ознаменовавшая развязку жестокой войны. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области обезвредили снаряд, обнаруженный в Рязанском районе, продолжит Олеся Котровская. Неразорвавшийся снаряд обнаружили местные жители на берегу реки Рака, возле деревни Сальково, Окского сельского поселения. Они вызвали полицию и взрывотехников ОМОН, чтобы те осмотрели находку. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области обезвредили снаряд, обнаруженный в Рязанском районе. Предмет, визуально схожий с боеприпасом, был обнаружен 6 мая на берегу реки Рака. На место прибыли взрывотехники Рязанского ОМОН. Они осмотрели находку и определили, что это артиллерийский снаряд калибра 100 мм со следами коррозии. Боеприпас представлял опасность для окружающих. Внутри снаряда находилось взрывчатое вещество. Сотрудники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили его на месте накладным зарядом. Прокуратурой Московского района города Рязани поддержано обвинение в отношении 46-летней жительницы Рязани, которая обвинялась в причинении своему сожителю тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия. Следствием было установлено, что в июне 2020 года подсудимая вместе со своим сожителем находилась в его квартире, где они вместе распивали спиртное. В это время на мобильный телефон подсудимой позвонил неизвестный, после чего ее сожитель начал ревновать. Между ними возникла ссора, в ходе которой подсудимая нанесла своему сожителю удар ножом в область живота. Изначально женщина полностью признавала свою вину. Подсудимая пыталась избежать ответственности за совершенное преступление, требуя изменить квалификацию содеянного. С целью избежания более строгого вида наказания подсудимая не раз меняла показания, данные ею на предварительном следствии. Однако совокупностью собранных доказательств по уголовному делу вина подсудимой в нанесении именно умышленных тяжких телесных повреждений здоровью была полностью доказана. С учетом позиции государственного обвинителя, приговором суда, женщине было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Если для большинства рязанцев праздники, возможно, и прошли хорошо, то вот многим представителям правоохранительных органов отдохнуть не получилось. В период с 1 по 10 мая в регионе зафиксировано 182 пожара и почти 20 тысяч нарушений правил дорожного движения. Валерий Седов продолжит. Этого водителя задержали с признаками алкогольного опьянения. И в отделении эти подозрения оправдались. Теперь ему грозит штраф. Он не единственный. В одном только Касимове с 28 по 4 мая задержали 13 пьяных водителей. Один из них попался повторно. Статистика по рязани хуже. 173 таких водителя за 10 дней. В сухом остатке это по 17 водителей в день. Нарушений правил дорожного движения еще больше. Почти 20 тысяч. И 49 зарегистрированных ДТП в регионе. 1 мая приблизительно в 7.30 утра в Михайловском районе на 191-м километре автодороги федерального значения Каспий 35-летний житель Липецка, управляя грузовым автомобилем «Фотон», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию. Вследствие чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя. В результате этого происшествия водитель грузового автомобиля «Фотон» от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия. Еще одна авария произошла 10 мая на улице Ленина в 23.00. Автомобиль «Тойота», поворачивая, не предоставил преимущества проезда и столкнулся с «Киарио». В результате оба водителя получили травмы. Им оказана медицинская помощь. Всего в ДТП за 10 дней 70 человек получили травмы различной степени тяжести и двое погибли. Такая же статистика и по пожарам за первые 10 дней мая. В период с 1 по 10 мая на территории Рязанской области чрезвычайно ситуация не зарегистрирована. Ликвидировано 182 пожара. Из них 21 техногенный и 161 горение сухой травой и мусора. На пожарах погибло 2 человека. Два человек получили ожоги. Один травмирован. Огнем было уничтожено и повреждено 23 строения и 4 единицы техники. На пожаре в деревне Чуфилово Клепиковского района пострадала 7-летняя девочка и 46-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы. 10 мая на улице Советской в результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения. Зарегистрировано происшествие на воде. 4 мая из реки Трубеш извлекли тело 70-летней женщины. С каждым днем погода улучшается и службы города просят рязанцев соблюдать необходимые меры предосторожности. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанском центре уличного спорта под мостом в честь Дня Победы прошел настоящий фестиваль юниорского уличного баскетбола. Под кольцом сошлись сразу 20 команд Центрального федерального округа. Как выступили наши парни и девушки знает Максим Васильев. 8 минут чистого времени, 12 секунд на атаку, каждое попадание со средней дистанции – одно очко. Этот, на первый взгляд, усеченный вариант баскетбола на самом деле отдельная дисциплина. Тренеру на игру влиять запрещено, никаких зонных защит и тактических капканов. На первом плане чистые скиллы. Ну и физическая готовность. 3 на 3 – игра энергозатратная. «Да, вы правы, это очень энергозатратная дисциплина, очень быстрая смена режима атаки, режима обороны, поэтому должна быть хорошая выносливость у игроков. Ну и, наверное, ключевой фактор – это не столько антропометрия игроков, вес, рост или какие-то там данные, сколько сыгранность и слаженность коллектива. Если ребята или девчата знают друг друга, доверяют друг другу, чувствуют друг друга на площадке, то, скорее всего, успешно будут они». Рязанские девушки из команды «Единство» свой стартовый поединок с «Ивановской энергией» начали с места в карьер. И первыми появились в счете, но потом их заклеснули эмоции. Пошли неподготовленные броски, мяч упорно не шел в кольцо. В итоге проиграли, но совсем немного. «К сожалению, мы все учимся, ну, кто в Москве, кто в Рязани, и вместе собраться у нас не получилось. И поэтому мы решили, ну, взять так, на опыте, поэтому немножко в линковом». Шесть матчей за два дня. Возможность вспомнить старые связки, комбинации, проходы. Рязаночки в итоговом протоколе пятые. Ну и ладно, просто наигрались вдоволь. «Наверное, потому что давно вместе не играли и не почувствовали друг друга. Это помешало». Парням повезло больше, а не в тройке. Хотя, может быть, рассчитывали на что-то большее, но зато уж чем-чем. А в гостеприимстве ни девушек, ни ребят точно никто не упрекнет. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на нашем сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова